19 октября 2024 года органом гражданской защиты исполняется 29 лет. 19 октября 1995 года был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и гражданской обороны страны. Именно этот день является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем Спасателя. Сейчас в каждой области страны действуют департаменты по чрезвычайным ситуациям, в структуру которых входят служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, оперативно-спасательный отряд, центр медицинных катастроф и ряд других. О том, какую работу они проводят, как борются с пожарами, спасают тонущих либо оказавшихся в снежном плену людей, как оказывают медицинскую помощь – обо всем об этом мы узнаем благодаря сотрудникам пресс-службы департаментов. В системе ЧАЭС я работаю уже около 15 лет. Функциональная обязанность пресс-службы – это информационное сопровождение деятельности департамента по ЧАЭС, поддержка имиджа. Главной задачей является своевременное и правдивое освещение всех мероприятий и всех случаев, произошедших на территории Жамбулской области по линии департамента по ЧАЭС. С момента создания и до сегодняшнего дня Центр медицины катастроф эффективно решает серьезные, ответственные задачи, связанные с оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Было первое время очень страшно, было как-то непривычно. Я и на трассы ездила, в которой у нас существует трасса медико-спасательные пункты, и там проработала, как бы набирала себя опытом, можно сказать. Первое ДТП, когда я поехала, я всегда спрашивала у водителя, что это такое, что это такое, он мне сказал, сейчас приедем, ты увидишь. И как бы со временем человек набирается опыта, смотря на других, и думает, почему? Я тоже смогу так же помогать людям и оказывать такую же медицинскую помощь. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, в отличие от пожарных, не носят погоны, но задач выполняют не меньше. Также стоят на страже безопасности жителей региона, спасают жизни людей, зачастую при этом рискуя своими. На ДТП мы, получается, с соблюдением техники безопасности, если мы видим, что уже, получается, разлито топливо возле машины, и есть вероятность от искры возгорания техники, понятно, что электрические инструменты там не применяются. Всё применяется с помощью гидравлики, отрабатывается. Пожарное братство. Именно этими словами можно охарактеризовать службу пожаротушения. Молодое поколение с большим уважением относится к старшим товарищам, в том числе и к тем, кто вышел на пенсию. Такие профессионалы уходят на пенсию, но что поделаешь, время идёт. Я благодарен то, что он научил нас очень многому, даже просто в каких-то жизненных ситуациях, не только в пожаротушении. Реформирование системы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям дало возможность улучшить материальную базу, модернизировать техническое оснащение, повысить статус сотрудников органов гражданской защиты в обществе. Каждый из них ежедневно рискует жизнью, спасая людей от природных и техногенных катастроф. Их профессионализм и умение найти выход из сложившейся ситуации вызывают восхищение и уважение у общества. Риналь Рахматуллин, Ермек Асаубаев, Айкын Акпарад.